Доброе утро, дорогие друзья. Продолжается программа «Добрый ранец Беларусь». С каждым годом Минский полумарафон привлекает все больше и больше количества людей. Постепенно проект перестал быть только спортивным и приобрел явную благотворительную направленность. О том, как бег может помочь во благо не только себе, но и другим, поговорим с гостями. Директором Белорусского детского хосписа Анной Горчаковой. Доброе утро. Участниками марафона, бизнесменом Игорем Кольченко и певцом-музыкантом Александром Патлисом. Все они сегодня находятся в нашей истории. Доброе утро. Спасибо огромное, что посетили нас сегодня. Послушайте, в этом году, мы знаем, полумарафонцы хотят обратить особое внимание общественности на важные социальные проекты. Кому и как мы собираемся помогать? Ну, в первую очередь, мы помогаем детям, да, разным группам детей. То есть дети без родителей, которые остались, дети, которые тяжело больные, дети-инвалиды, которые хотят активно заниматься спортом, дети, которые с редкими единическими заболеваниями. Работают четыре организации. Шанс, киндерсоцдеревня и хосписмы и крылья ангелов. То есть, ну, в общем, это дети с проблемами. Александр Патлис, Игорь Кольченко, Надежда Скордины, Виталий Гурков, Ольга Хиженкова. Тут можно бесконечно продолжать этот список. Многие другие носят звание френдрайзеров. Друзей четырех организаций и их проектов. Вот давайте мы еще раз назовем эти вот организации, эти вот проекты, для того, чтобы зрители о них узнали. Итак. Я хоспис поддерживаю. Я с Анной Георгиевной сюда пришел. Это очень, мне кажется, очень важный проект. Строительство специально адаптированной детской площадки для того, чтобы детки из хосписа могли тоже вести активный образ жизни. То есть это прям так мне на душу легло, потому что я понимаю, что я тут могу бежать, я не знаю, выбирать 10 километров или 21. Вот кто-то может выбирать там другой вид спорта. Но это очень важно. Летний лагерь Айс, правильно я, Анна Георгиевна? Да, да. То есть это прям вот то, что нужно, я считаю, если мы пробежим этот полумарафон, не знаю, 10 километров или 5, и вот нажмем эту кнопку и пожертвуем там небольшую эту сумму, и появится эта площадка. Ну, я думаю, что скажем сами себе спасибо. Саш, а ты? Ну, я точно так же поддерживаю хоспис, тем более, что я с хосписом уже сотрудничаю, наверное, 3 или 4 года. 4 года, да. И вот пригласили меня, чтобы непосредственно за хоспис я пробежал. Я с радостью это дело поддержал. Там 222 ребенка. Я даже себе вот пришел, извините, я на стол вам вынесу свой ботинок. Там 222 ребенка. Можно выбрать себе имя любое, да. Я не знаю, я на ботинке написал, что я бегу не только за себя, но еще за Рому. Вчера мы с ним... Еще какая прекрасная идея. Вчера познакомились с Романом, Оля Мазуренок тоже с нами была, вот. То есть мы там все как-то обнялись и договорились. Оля вообще, я за Рому побегу, Оля договорилась, что будет бежать за 4-х сразу детей из хосписа. Поэтому я тоже всех призываю. Заходите, выбирайте себе имя, и у вас будет, я не знаю, дополнительная сила на 17-м или какой там самый тяжелый километр, да, для того, чтобы пробежать. Слушайте, а расскажите, вот я вот немножко не понял, если вы не соберете, чего вернуться деньги? Значит, смотрите, идея вот этого проекта, это не наша идея, это УЛИ, но это правило УЛИ, краунфандинга этого. То есть мы должны собрать каждую организацию по 20 тысяч на проекты. Белорусских рублей или доллар? Белорусских рублей, нет, нет, белорусских рублей. Значит, у каждой организации есть своя цель. Шанс он делает на генетические исследования, киндерсоцдеревня на социальную адаптацию детей-сирот, оставшиеся без родителей, крылья ангелов на коляске детей-инвалидов, мы на наш проект, то есть у каждого есть своя цель. И общая сумма 20 тысяч, если мы не собираем, все деньги возвращаются обратно к тем, кто дал. Если они не находят, кто дал, да, то они идут в УЛИ, и УЛИ это дает на благотворительные разные проекты. То есть мы потеряем эти деньги. Поэтому очень важно все-таки собрать. Уже сейчас, по-моему, почти половина суммы собрана, да? Мы собрали сейчас, да, 8 тысяч. Да, да, почти половина, то есть немножко осталось, поэтому вот всех там 20 тысяч или сколько побегов. То есть вы планируете в забеге все это получить, да? Ну до забега мы сегодня здесь для чего? Для того, чтобы все, кто собрался бежать, зарегистрировался, знаете, 20, 30, сколько в этом году бывает тысяч человек, вот, зашли все-таки и немножко как-то поучаствовали. Потому что во всем мире, вот, Саш, ну не дай соврать, да, что во всем мире марафоны, полумарафоны, это уже не беговое событие. Ну так говорим, да? Там местные недели бегут, да? Да, да, это в первую очередь социальный проект, да? То есть там, ну не знаю, сотни благотворительных организаций, каждый выбирает, кому он помогает. И люди бегут, ну потому что, знаете, 42 километра пробежать, это надо что-то там внутри. Мотивация должна быть. Да, 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 иначе ты хочешь сойти сто раз на дистанции, вот. И это, конечно, ну, я уверен, что в Минске случится то же самое. То есть мы движемся в том же направлении. Сегодня, наверное, такой первый год, когда вот должен тот слом произойти. А скажите мне, пожалуйста, вот еще, я просто не участвовал в полумарафоне, мне очень стыдно, я так планирую, что в следующий год мне нужно будет заняться бегом. Там все таки, о, Глеб тебе не поджигают. А если вот человек захотел пробежать и не пробежал, то что, ну, не добежал. Это неважно. Вопрос не то, что добежал, а не добежал. Мы вообще полумарафон делились на две части. Вот у нас такой, первый, смотрите, обычно как мы бежим. Я бегу, а за меня платит компания. Помните, велком бегом. И люди к этому привыкли. А сейчас, получается, я бегу, и я фондрайзер. То есть я собираю деньги. Я говорю, ты что, ребята, вот я с телекомпанией бегу. Помоги мне собрать идею. Заплати 5 рублей. 5 рублей, 5 рублей. Я соберу 5 тысяч, предположим. Ребята, я принес 5 тысяч. Вот это и есть благотворительный марафон. И поэтому это первый раз такое. И пока еще люди не могут раскачаться и понять. Они привыкли, что за них кто-то платит. Я думаю, что это вживется и будет просто набирать обороты. Она вживается уже, мне кажется. Потому что такое огромное количество людей, которые способны, хотят, имеют желание принимать в этом участие, откликаются на все наши с вами разговорные, это что, да, и многие другие моменты. Буквально, Глеб, позавчера я бегу, и мой сосед с собакой идет, говорит, слушай, я там в клубе занимаюсь, два больших таких парня, полных-полных на дорожке бегут. Я им говорю, вы что так нагружаете себя? Мы бежим полумарафон в Винске. Он говорит, я на них посмотрел, они такие крупные. Ну, пятерочку, десяточку, может пробегут, может пройдут. А когда ты только за себя, у тебя, знаете, есть такой соблазн? Где-нибудь там, может быть, с этим. А когда ты знаешь, что тебе нужно добежать? Я могу утро сказать, я в мае бежал полный марафон в Праге, и вот на 30-м километре, когда вот эта пражская брусчатка, ну, такой уже думаешь, ну, Александр, ну тебе уже 48, ну, давай, добегай, вот, или все, заканчивай. Но я бежал за мою хорошую знакомую, за дочку моего друга, Миланя ее зовут, она заболела лейкемией. И я бежал, и я просто сам себя мотивировал. Я думаю, ну, если ей нелегко, если ей тяжело, и она не сдается, она борется, я буду бежать, я добегу. Друзья, огромное вам спасибо. Значит, в воскресенье у нас полумарафон. Еще можно успеть зарегистрироваться, еще можно все. Найти сайт Благозабег. И заплатить горячку. Спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо вам. И мы желаем вам удачи. Друзья, благотворительность, составляющая Минского полумарафона, который в это воскресенье пройдет, нам рассказали гости директора Белорусского детского хосписа Анна Горчакова, участники марафона бизнесмен Игорь Кольченко и певец Александр Патли, с которым мы еще не прощаемся.